Круглый стол по подготовке правил посещения лежбищ Атлантического моржа в акватории Печорского моря состоялся в Наринмаре. Собравшиеся обсудили вопросы организации разработки правил посещения традиционных мест дислокации этих животных. Главная тема круглого стола – разработка и утверждение правил посещения лежбищ Атлантического моржа. Этот вид млекопитающих занесен в Красную книгу. Популяция животных была под угрозой вымирания, сейчас она восстанавливается. Но новой проблемой для пугливых моржей стали туристы и промысловики. Люди, придя на лежбище, своим поведением не пугали животных и таким образом сохранили моржа. Потому что в последние годы по своему незнанию совсем рядом с лежбищем могут садиться вертолеты. Люди тоже по своему незнанию слишком близко подходят к животным. Приезжают на моторных лодках, заезжают прямо на лежбище. Я понимаю, что это очевидно, что не заинтересованы в том, чтобы пугать, но просто как раз отсутствие информации. Дело в том, что для своих регулярных лежбищ животные выбрали пляжи Печорского моря. Рядом находятся нефтяные разработки. Кроме того, в последнее время русская Арктика стала популярным туристическим маршрутом. Моржам такое соседство совсем не по вкусу. Поэтому, по мнению природоохранных организаций, необходимо разработать единые правила. При этом документ должен носить не просто рекомендательный характер, а должен быть утвержден на местном законодательном уровне. Сейчас мы уже готовы какой-то проект представить, еще раз поговорить. И как сделать так, чтобы это не просто был рекомендательный документ, а документ, который был рабочий. Допустим, чтобы это было принято на региональном уровне. Обсудим, как это, собственно, кто будет выходить с такой инициативой. И так, чтобы эти правила действительно были рабочие, чтобы люди могли этими правилами пользоваться. Кстати, опыт подобной работы у организации уже есть, правда, по другим видам краснокнижных животных. Что касается разработки правил поведения на лежбищах в Ненецком округе, то сотрудники Всемирного фонда дикой природы надеются, что появится он уже к следующему полевому сезону, то есть в июне 2019 года. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал Север.